Добрый день! Сегодня мы будем разговаривать о жилищном строительстве и о законодательстве в сфере жилищного строительства. В соответствии с действующим законодательством, собственники объектов недвижимости, куда входит и в том числе жилье, обязаны не только надлежащим образом эксплуатировать свои объекты, но и вовремя регистрировать все изменения, которые у них происходят с этими объектами. Сегодня мы будем вести речь только об индивидуальном жилищном строительстве, который дальше я буду вкратце называть ИЖС. Какие изменения могут произойти с объектами жилищного строительства? Их всего лишь два. Это либо реконструкция жилищного строительства, когда происходит изменение основных характеристик объектов капитального строительства, а именно это либо изменение общей площади дома, строительного объема, этажности здания или высоты здания. Изменение любой из этих характеристик подразумевает под собой реконструкцию жилищного строительства. И второе изменение – это новое строительство, когда человек либо на другом месте земельного участка начинает возводить жилой дом, либо ломает старый дом и на его месте начинает возводить новый дом. Все вот эти свои действия он по законодательству обязан зарегистрировать. Причем часть 16 статьи 55 Городостроительного кодекса говорит о том, что собственник недвижимости обязан в течение месяца начать процедуру узаконения всех тех изменений, которые произошли с его жильем. Если раньше он обязан был обратиться в уполномоченный орган, который уполномочен на выдачу разрешений на строительство, то сейчас вступлением в силу части 12 статьи 70-218 Федерального закона о государственной регистрации недвижимости создана упрощенная схема узаконения жилых домов. Для этого собственнику жилого дома, который построил или осуществил его реконструкцию, достаточно заказать технический план на этот объект и подать его в Росреестр через МФЦ для оформления этого дома. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям города Кузнецка, которые, если построили новое жилье или реконструировали свои жилые дома, я им настоятельно рекомендую начать процедуру оформления жилых домов. Вот. Что еще можно сказать? Отдел градостроительства. В функции отдела градостроительства входит мониторинг за соблюдением требований градостроительного законодательства. Мы еженедельно осуществляем выиски по городу, производим фотофиксацию объектов, которые вызывают у нас интерес и в которых мы предполагаем, что произошла реконструкция или новое строительство. После этого заказываем выписки из ЕГРН на эти объекты и смотрим, если площадь жилого дома, которая указана в выписке из ЕГРН, соответствует действительности, то есть визуально она похожа на то, что в настоящее время находится на земельном участке, то у нас не возникает претензий к собственникам этих домовладений. Но если же визуально дом намного больше того, что стоит на кадастровом учете, мы таким собственникам направляем письма предписания с рекомендациями узаконения выявленных самовольных построек или реконструкций. Если собственник земельного участка получил такое письмо и если у него не возникает вопросов к содержанию письма, то ему необходимо начать процедуру оформления жилых домов, то есть обратиться к кадастровому инженеру, заказать технический план на домостроение, после чего обратиться в управление Росреестра для постановки дома с новой конфигурацией, с новой площадью на кадастровый учет. Если у человека возникают вопросы при получении письма, то он может либо обратиться к нам в комитет по управлению муниципального имущества с вопросами, которые его интересуют, либо обратиться по телефону 339-15 и задать вопросы, которые его интересуют. Мы зачастую сталкиваемся с тем, что люди не понимают, в чем заключается их реконструкция, и мы в этой ситуации им объясняем, почему у них что-то не так и что это нужно делать. Зачастую люди, как сказать, путают следующее действие, то есть бывает, раньше был жилой дом, у которого был пристроен холодный тамбур, или как в простонародье люди называют сеней. Снося вот этот холодный пристрой, люди возводят новый полноценный пристрой, зачастую даже в границах этого пристроя. И они считают таким образом, что у них никаких изменений не произошло, но тем не менее это не так. В соответствии с требованиями старого градостроительного законодательства, нежилые и неотапливаемые помещения не входили в состав общего дома, и в общей площади дома они не указывались. В соответствии с действующим законодательством, все вот эти изменения, то есть вот этот новый пристрой будет входить в состав общей площади дома, и соответственно это необходимо узаканивать. Второй момент, когда люди те же самые холодные сени начинают утеплять, то есть делать их полноценным жилым помещением, при этом в таком случае у них опять же увеличивается общая жилая площадь дома, что влечет за собой также необходимость оформления и узаконения вот этих изменений. Ну и еще один из таких массовых примеров, это когда в конструкции мансардной крыши собственники делают полноценное жилое помещение. Таким образом, опять же они, повторюсь, увеличивают общую площадь своего дома, и плюс в данном случае у них меняется этажность жилого дома, потому что появляется дополнительный этаж, который тоже необходимо узаканивать. Вот, соответственно, еще раз повторюсь, если вы получили письмо о предписании с уведомлением о выявлении самовольной постройки, и если вы согласны с содержанием текста письма, то вам нужно начать процедуру оформления. И в основном, в своей массе, я хочу сказать, что жители города Кузнецка достаточно добросовестно относятся к своим обязанностям. После получения подобных писем, либо в рамках консультации, которую мы им оказываем, либо они сразу после получив письмо начинают процедуру оформления. То есть, повторюсь, в основной своей массе жители города Кузнецка у нас добросовестно относятся к своим обязанностям. Вот могу сказать, что за время своей работы отделом градостроительства, а еще раньше мы назывались отделом архитектуры и градостроительства при администрации города Кузнецка, за все время мониторинга нами уже не только выявлено, но и поставлено на текущий момент оформлено 340 жилых домов. Более того, в настоящее время на стадии оформления находится еще несколько десятков жилых домов. Вынужден также сказать, что есть у нас некоторые личности, которые, скажем так, недобросовестно относятся к своим обязанностям, законодательным обязанностям. И они всячески пытаются уклониться от процедуры оформления. В отношении таких лиц мы включаем меры административного воздействия. То есть, мы составляем протокол об административном нарушении в части нарушений правил землепользования и застройки. Значит, протокол этот влечет наложение за собой штрафа в размере до 3000 рублей. Если и после этого собственник не хочет оформлять свои дома, то нами будет направлена досудебная претензия в адрес этого собственника. И потом будет подано исковое обращение в судебные органы для побуждения этого собственника к оформлению своего дома. Ну, на данный момент у нас пока составлено всего 15 протоколов по таким объектам. Пять из них уже на текущий момент оформили свои дома, как того требует законодательство. Шесть находятся в стадии оформления. И в отношении четырех собственников мы заняли выжидательную позицию. Мы даем им еще время как бы одуматься и узаконить свои домовладения. После чего мы будем их побуждать в судебном порядке как бы к оформлению. В целом, хочу сказать, что мы стараемся до последнего не прибегать к административным мерам воздействия. То есть мы в несколько этапов пытаемся объяснить, разъяснить, уговорить людей начать оформление своих жилых домов. Но, повторюсь, если они категорически не желают этого, то есть мы будем их побуждать через меры привлечения к судебной... То есть подачи искового заявления в суд. Ну, вот у меня как бы на этом все. А основные причины, почему они не хотят... А когда инженеры не хотят платить или налоги? Ну да, потому что оформление дома влечет за собой соответствующие финансовые траты. То есть изготовление технического плана влечет за собой определенную финансовую нагрузку. То есть нужно найти деньги на изготовление технического плана. Значит, оформление, если произошла реконструкция жилого дома, и если идет учет изменений, то это происходит бесплатно, поскольку дом уже стоит на кадастром учете, и туда вносятся только изменения. Основные характеристики дома – это его площадь, этажность и так далее. Если человек построил новый дом, то помимо постановки на кадастр учет, ему нужно объект поставить на кадастр учет, за это он должен еще заплатить государственную пошлину. То есть вот это первая финансовая составляющая, которая влечет за собой узаконение дома. Ну и естественно, с увеличением общей площади дома увеличивается налоговая нагрузка на этих собственников. И, скажем так, в моей практике, скажем так, есть очень много таких моментов, когда у человека стоил 40 квадратных метров жилой дом, причем там какой-нибудь там 40-60-го года постройки. На земельном участке уже несколько лет находится хороший трехэтажный особняк, и при этом человек уклоняется от оформления своего дома. Но хочу сказать, в том числе и таких товарищей мы через административные меры побуждаем к оформлению этих домов. Вы сейчас сказали про сколько домов оформлено, да? А там все-таки речь идет о квадратных метрах. Там же, вот из этих квадратных метров это сколько за год? К сожалению, мы учет не ведем, но тем не менее мы в управлении финансовым предоставляем кадастры и номера объектов недвижимости, которые оформлены. И они там уже смотрят, то есть вот эти, и смотрят как раз, насколько мне известно, в свое время был подсчет, то есть насколько произошло увеличение квадратных метров, и, скажем так, повлекло это за собой дополнительное привлечение средств и бюджет города Кузнецка. Но мы, я могу только сказать приблизительно, что, скажем так, вот с момента плотной занятости вот этой проблемой, а это у нас началось интенсивно с 2022 года, в среднем у нас индивидуальное жилищное строительство ставится где-то 28-30 тысяч квадратных метров жилья. Это только индивидуальное жилищное строительство. Но не стоит забывать, что в эти квадратные метры входят и абсолютно добросовестные законопослушные граждане, которые подали вначале уведомление о планированном строительстве, после этого получили уведомление об окончании строительства, и в рамках того, как требует градостроительный кодекс, то есть на законном основании оформили свой дом. То есть в эту цифру 30 тысяч квадратных метров входят и в том числе обычные добропорядочные граждане. А часто ли у нас такие случаи, когда люди построили дом, и все это не закончили, незавершенные строительства, сами там заживут? Нет, нужно четко понимать, что есть и такие моменты, которые вы говорите, на которых зарегистрирован объект незавершенного строительства, но тем не менее жилой дом вовсю эксплуатируется. Соответственно, этих лиц мы тоже побуждаем к оформлению этих домов, Но если дом не до конца построен, и он на самом деле из себя представляет объект незавершенного строительства, то, соответственно, закон в этом случае на стороне граждан, то есть объект недостроен, эксплуатация еще его надлежащим образом невозможна, поэтому он является объектом незавершенного строительства. Но есть и такие моменты, о которых вы говорите, есть несколько случаев, там не больше десятка, когда по документам зарегистрирован объект незавершенного строительства, Но на самом деле дом полностью пригоден к проживанию и более того, в настоящий момент эксплуатируется. Мы в том числе и такие объекты также приводим к узаконению. А в низкие сроки сколько можно? Незавершенные страницы? Нет, тут еще раз нужно понимать о том, что объект реально не до конца достроен. То есть нет внутренней отделки, не подведены инженерные коммуникации. То есть в таком доме на данный момент пока еще жить невозможно. То есть люди построили коробку, крышу здания, застеклили ее, вставили оконные блоки. Но при этом на остальной стадии у них как бы не продвигается. Нет, 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 нет. Нет, конечно. Вот, кстати, хороший вопрос. Я упустил еще один момент. То есть когда люди получают, раньше это называлось разрешение строительства, а с 2018 года это стало, то есть мы выдаем документ уведомлений о соответствии планируемого к объекту строительства требованию городостроительного законодательства. То есть вот этот документ разрешающий, он выдается на срок 10 лет. И люди, многие путают, подменяют понятия. То есть получив разрешение на 10 лет, они думают о том, что они 10 лет могут спокойно, то есть построив за первые 2-3 года, они думают, что они 10 лет могут не обращаться и не оформлять свои дома. Это далеко не так. То есть считается момент окончания строительства, не окончания срока действия разрешения на строительство, а непосредственно момент окончания строительства. И вот в том числе были у нас и такие случаи, то есть когда люди, получив разрешение строительства, и у них там срок еще не закончен, на который выдан срок разрешения на строительство, они думают, что вот они могут до этого срока не оформлять. Это, к сожалению, не так. То есть момент требования градостроительного законодательства, 55-й статьи градостроительного кодекса, говорит о том, что с момента окончания строительства в течение месяца они должны начать процедуру оформления своих домов, а не срок действия разрешительного документа. Ну, мне просто любопытно. Ну, по-другому, вы можете выявить, если второй этаж настроен. А вот если вот эти вот все они теперь, вы как об этом знаете? Ну, еще раз говорю, мы делаем фотофиксацию объекта, заказываем выписку, сравниваем площадь дома, которая указана в выписке, и визуально смотрим то, что стоит сейчас на данный момент на этом земельном участке. Если у нас возникают дополнительные вопросы, мы заказываем технический паспорт на объект, в котором указан дом в том виде, в котором он оформлен. То есть можно видеть планировку помещений, фасады дома, которые официально оформлены. И сравниваем, допустим. То есть по фасаду, допустим, указана ширина дома 8 метров. Это указано в техническом паспорте. На самом деле человек сделал еще пристрой 2 метра. То есть мы видим несоответствие техническому паспорту и опять фотофиксации, которую мы сделали. Мы видим несоответствие в количестве, допустим, оконных проемов. То есть по фасаду у него там 3 окошка, а теперь стало 4 окошка, потому что он пристрой сделал. То есть это все видно из документа, который мы заказываем. У нас есть другие нюансы, по которым мы определяем, жилое помещение или нежилое. Например, занавески, цветок в окне. То есть помещение эксплуатируется. Бывает и такое, конечно, когда, как вы говорите, батареи не поставлены. То есть если люди приходят к нам, доказывают свою правоту, что у них не произошли никакие изменения. Ну бывает, то есть у них как были холодные сени, только они обшили еще каким-нибудь отделочным материалом. Но по сути они так и остались вот этими нежилыми помещениями. У нас к этим людям вопросов нет. То есть то же самое касается массажа. Если она нежила, то... Все верно. Да, мы либо выезжаем, либо просим прислать фотографии о том, что там в конструкции крыши не сделано помещение. То есть и, соответственно, либо люди предоставляют нам фотографии, либо мы сами выезжаем, смотрим. Если люди в этом плане, у них все нормально, то есть у нас к ним тоже вопросы отпадают. Спасибо большое. Пришел сюда? Да, это еще у меня такая, может быть, знаете что, Екатерина, вот я думаю, может быть, еще есть...